Сегодня мы взяли представители не только литературы, но и гуманитарное знание, ахронология, диалетику, историческую церковь, практику, профессиональную литературную историю, благодаря гражданинской клинике широчайший научный образор и удивительная легкость общений. Вчера вы говорите о содержании акциологических представлений и личностных ученых общений. Судите сами. Пожалуйста, я думаю. АПЛОДИСМЕНТЫ И, наверное, в общем-то, жить в последние годы. Тем не менее, всегда рады и вредницы, благодаря организациям, благодаря Александру Слепановичу. Это как раз русская классическая литература мирового культурно-средственного отъезда, как называется. Ну вот, я отдельно в этой книге. Очень долго искали обложку. Это совершенно особо обложка. Сейчас это уже совершенно невозможная вещь. Дело в том, что, поскольку у нас почти все, наверное, были на концерте, были на концерте. Да. Ну вот. Там, к сожалению, все время было удивлено великой отечественной, то есть второй мировой войны. Для меня всегда это очень огорчает, я должен признаться. Очень огорчает. Потому что по неволе получается, что больше войн у России не было. И по неволе получается, что таким образом русские герои первой мировой забыты. А до этого были родные и забыты. Герои первой мировой. И, может быть, не знает молодежь, ну так вот, системы образования России, например, зачем вообще России, например, требовалось участие в первой мировой. Но тогда отрицать всю историю России. Потому что Петр Первый на севере основал столицу – Санкт-Петербург. Екатерина Вторая понимала так свою миссию, что должно быть на юге России. Вот в этот море в северном Петр Первый, в Клюжном море Екатерина Вторая. Отсюда греческие имена в городах Симферополь, Севастополь – это греческие имена. Не крымско-татарские, а греческие в русской по времени. Зачем? А потому что восстанавливался путь из вояга греки. И третьим пунктом для этого пути должен быть Константинопро. Константинопро. Потому что Российская империя преемственна по отношению к Эзотийской империи. Это единственная свободная, независимая, православная империя. И нет некие силы внутренние и внешние. Враги России постарались, чтобы Россия сбить ее с уже выигранной войны. С уже выигранной войны. А без смыслом 2 миллиона русских жертв. Чтобы не было никакого отрезантированного, никаких проливов. Чтобы сама история России в последних двух столетий была забыта. И потом о Волгаре и прохлада. И вот, поскольку я филолог, а не военный, не я филолог. Я с чем, что слова русской классической литературы в мировом культурно-исторительном контексте в нашем обществе понимаются дико. Контекст мировой понимается европейский контекст чаще всего. Или даже западноевропейский контекст. Тогда мировой контекст не сухоживается до только западной Европы. Как русская история 20-го века не вращается только вокруг 41-го, 45-го. А она охватывает несколько больше. Как вы знаете, русские войска брали Париж. Они не только верили. Не надо забывать об этом. Не надо укорачивать искусство. Обрезать мужество из русской истории. Она более верима. И вот здесь изображено Святая Сотея. Святая Сотея. Я вам советую, если у кого-то есть возможность такая, не мчаться на южный город Курецкий, стремя, 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 как это будут делать наши соотечественники, заброшить себя и сколистить. А все-таки посетить Царь Дракта, посетить Константинополь, и войти все-таки в Святую Софию, и посмотреть туда, куда ваши вожди посоли князя Владимира. И все-таки осознать, что это и есть то, из чего вышла наша культура. Мы на Святой Тихомовских Чтерии, а не в Тихомовских Чтерии. Святая Тихомовских Чтерии. Здесь история не может быть укорочена егоизма. Это, вообще-то, более чем двухтысячелетняя вселенская христианство, часть которой не является. Православные наиболее чистые евреи. И здесь я не могу, как вот, и о политике, я не, так сказать, что это не политик, я никогда не занимался политикой, только филолог, но символически Достоевский писал, Константинополь – розовый наш. Так вот, Константинополь – взятый. Символически взятый. Потому что русская литература в лосиньском мировом контексте – это православное текст. Это святая София. Это есть духовное генетство. Ровно так, как без Крыма, без северного генета Крыма. Никакой России быть не может. Вам, возможно, врут те, кто еще свалит от России, фрагмент России. Потому что тогда оно превращается в Московию, а не в Оргойной России. Тогда обессмысливается то, что делает Екатерина Харая. И чем сильнее обессмысливается, тем громче конфадок, умеете? Тем громче конфадок, тем громче сладок. Сладок, а мы все меньше и меньше становимся. Какой пропаган может. Ну вот я пытался восстановить настоящий конференск вот здесь, с звукой немомышленного, трехненькая такая работа.